друзья как понять что у вас а витаминоз что у вас дефицит каких-либо витаминов и нужно ли вообще в принципе мужчине принимать витамины а пока вы смотрите это видео не забывайте подписывайтесь на канал мед плюс с вами михаил грештопа здравствуйте в этом видео я расскажу вам все о витаминах их влияние на мужское здоровье друзья почему же современный мужчина не может получать все необходимые микроэлементы например из еды или из окружающего мира ну например если говорить о роли витамина d то витамин d участвует важном синтезе он влияет на синтез тестостерона от витамина d зависит плотность костей мужчины причем чем мужчина старше тем возникает более высокий риск потери кальция такого важного микроэлемента который находится в костях возникает остеопороз витамин d витамин d3 вы получаете вместе с солнцем вы получаете когда находитесь на улице ну во первых не всегда это получается находиться на солнце а во вторых не всегда он усваивается потому что она то как усваивается витамин d как оказывается играет влияние серьезные другие витамины но есть еще один важный витамин о котором мало говорят это витамин к это витамин k2 это тот витамин который вообще невозможно получить каким-то образом организму человека у мало содержится в пище он в основном в организм мужчины попадает в юности в молодости в детстве и по сути хранится как депо в печени хранится в почках а если уровень этого витамина k2 снижается то возникают проблемы и с витамином d3 и возникает проблемы с кальцием в костях поэтому для того чтобы определиться нужны или не нужны какие-то витамины есть как минимум один совет это сдать уровень витамины d3 если есть какие-то проблемы связанные с плотностью костей что легко определить с помощью такого простого метода диагностики дэнситометрия это определение плотности костей и мы с вами можем выяснить есть или нет дефицит того или иного витамина как же понять что есть дефицит витаминов то что называется витаминозом на самом деле вы можете этого не понять но если у вас есть такие простые признаки такие как вы чувствуете утомляемость усталость вас нарушается сон у вас есть проблемы связанные с либидо у вас есть нюансы которые касаются вашей эмоциональной физической активности то это может быть одним из признаков витаминоза то не стесняйтесь обращайтесь к врачу и в принципе если мы говорим о профилактическом приеме витаминных комплексов на сегодняшний недостаточно безопасный сезонно один-два раза вот вы можете их принимать только вы должны помнить что передозировка витамин тоже может быть опасно такие витамины как например витамин d витамины группы b при высоком уровне могут привести к серьезным опасностям для вашего здоровья не только у мужского но общего здоровья нарушение функции почек нарушение функции печени друзья как же может повлиять на потенцию на либидо дефицит витаминов все на самом деле просто либидо зависит от такого важного гормона как тестостерон а при авитаминозе при дефиците ряда витаминов продукция тестостерона семенными железами снижается поэтому при авитаминозе одно из проявлений у мужчины это не только ослабление его либидо полового желания но и ослабление физической активности умственной активности и в принципе может возникнуть даже апатия выполнению какой-то деятельности приводит ли дефицит витамина d компотенции но друзья я думаю должен быть серьезный дефицит витамина d который бы привел бы компотенции но снижение любви да действительно может привести и к снижению репродуктивной функции которая нарушит возможность иметь детей может ли возникнуть мужское бесплодие из-за недостатка витаминов микроэлементов ну конечно же да это возможно и это часто как раз является одной из причин возникновения бесплодия возникновение нарушений репродуктивной функции поэтому для понятия если такая проблема нужно сдать тест сдать анализы на уровень витаминов микроэлементов сдать спермограмму если речь идет о нарушении репродуктивной функции на протяжении полугода и больше у вас нет детей и один из способов лечения профилактика как раз является назначение фертильной группы витаминных комплексов как витамины могут влиять микроэлементы на вес мужчины ну влияние друзья косвенное дело в том что на вес мужчины влияет огромное количество факторов но при дефиците достаточно большого количества витаминов например витамина d d3 одно из проявлений является снижение его активности из-за снижения уровня тестостерона и безусловно это может являться одной из причин метаболического синдрома увеличения вес друзья что могут использовать спортсмены какие нужны добавки для их активности для их спортивных каких достижений на самом деле на этот вопрос уже давно ответила спортивная медицина есть сбалансированные подобные витаминные комплексы которые вы при консультации с вашим врачом медицинским тренером можете использовать друзья но вы должны понимать что к витаминам не относятся например тестостерон анаболики поэтому будьте осторожны и используйте только нормальные запатентованные витамины отвечая на ваш вопрос какие витамины минералы нужно принимать мужчине за 40 я хочу сказать что речь идет о стандартных комплексах витамины которые уже давно подобраны фармакологической промышленности единственное вы должны понимать что если вам уже за 40 и старше то в этих комплексов может быть недостаточный уровень например витамина d витамина d3 может отсутствовать витамин к который тоже нужен который вы не всегда получите с пищей поэтому обращайте на это внимание и при приеме витаминных комплексов обязательно контролируйте еще показатели крови друзья я хотел бы подвести итог и сказать о том что на самом деле польза витаминов и витаминов комплексов и микроэлементов это не миф они действительно полезны вопрос только в контроле и в том количестве которым вы их употребляете поэтому в итоге хотелось бы вам посоветовать делать это совместно с врачом консультироваться контролировать показатели крови друзья пишите комментарии вопросы под этим видео не забывайте задавать ваши вопросы и возможно вы какие-то темы хотели бы обсудить дальше в наших дальнейших встречах не стесняйтесь пишите об этом с вами я михаил крештопа мы на канале мед плюс не забывайте подписаться на наш канал жмите на колокольчик делитесь этим видео в соцсетях до новых встреч